здравствуйте дорогие друзья вы наверно ожидали в студии сейчас увидеть не только меня но и мотоцикл который стоит в заглавии нашего урока и наверно подумали интересно как это с одной вспышкой он собирается снять целый мотоцикл ну мотоцикл у нас есть конечно вот она небольшой мотоцикл разочарованы зря потому что зная как снимать маленькую модель можно научиться и снимать большую и я вам это докажу сейчас вот посмотрите вот в этой маленькой студии там где-то 25 квадратов всего было снимал на широком угле поэтому кажется она большая там 25 квадратов ровно я снял сначала мотоцикл кавасаки а потом и рома моего сына на этом же кавасаки и это происходило именно студии с тремя вспышками не с одной естественно потом естественно был photoshop кроме песка там практически ничего нет из photoshop а потому что дымовая машина у меня есть дым мы пускали со всех сторон потом полчаса на проветривали невозможно было снимать но факт то что вот вам доказательство что умея снимать то есть понимая принципы освещения вы можете снимать все что угодно и сегодня мы с вами будем снимать последний раз с одной вспышкой единственное изменение я сейчас об этом буду говорить какие у нас сегодня будут изменения а до этого я хотел бы кратко остановиться на нескольких вопросах которые мне постоянно задают и я вынужден тоже постоянно отвечать на них и мы решили сделать сейчас очень кратко маленький вопросник ответник чтобы вы уже знали это тот кто не знал а последующим я буду просто отсылать к этому видео договорились и так меня спрашивают почему почему никон и почему не к нам ребята не принципиально я снимаю тему другим канон у меня просто послав же тассе и седьмая модель а это все-таки вышка нас было на до недавнего времени это никон d800 е и и не даром за букву е я доплатил тысячи евро никон d800 стоит 2 а никон с буквой е стоит порядка на тысячу больше вы знаете я не теоретик но я убедился в том что это буква е мне очень помогает во первых очень хорошая цветопередача резкость немножко повыше и поэтому в таких вещах как ювелирка как мелкие предметы и так далее конечно я использую никон если я снимаю многое мне жалко его щелкать потому что скажем щелчком уменьшается его цена то я беру свой canon и снимаю то же самое совсем неплохо поэтому для меня не принципиально к нам или никон и для вас это должно быть тоже второй вопрос объективы какие объективы я использую ребята у меня два любимчика на никоне это вот этот омрон 24-70 2.8 японские дорогой собака ну оправдывает себя и стоит на никор стоит 105 тоже 2.8 сильный светосильный объектив вот это мои любимчики для никона для канона у меня есть пятидесятка который я практически не пользуюсь очень редко пользуюсь любимчик это 100 сотка сотка она не такая светосильная но японская canon чисто нет она вообще 2.8 я забыл просто у у меня на каноне сейчас стоит тот который нас снимает у нас вместо и 24-105 но по сравнению с этим соточкой резкость проигрывает естественно проигрывает и есть вот такой большой объектив 70-200 которым я очень тоже редко снимаю очень удивляясь когда вижу предметчиков которые показывают как они прекрасно снимают на canon 70-200 немножко это непонятно может быть я не все знаю но мне такое ощущение что у пареньков не хватает на фиксы и поэтому они пользуются вот этим снимают свадьбы за одну предметку то есть я вам советую вложите фиксы если вы снимаете предметку фиксы однозначно и допустим есть никон 105 фикса и есть тамрон они ничем не хуже тамрон почти сравнялся с никоном стоит наполовину дешевле по отзывам моих хороших знакомых он почти не проигрывает поэтому на этом краткий обзор первые последние техники закончился и возвращаться мы к этому не будем третий вопрос почему у вас Эдуард на руках двое часов ну во первых я быстро отвечу тоже потому что я уже устал отписываться это браслет это подарок это браслет от фирмы фасиль часов поэтому я люблю кожаные браслеты поэтому они выглядят как часы на самом деле нет поэтому с головой все в порядке ну а что я люблю браслеты носить это мое личное скажем так предпочтение так еще что хотелось бы отметить что вы пишете что создается хорошая атмосфера как бы соучастие в этом процессе это замечательно это то к чему мы стремимся понимаете мы не хотим становиться над вами и с олимпа что то вам вещать нам гораздо приятнее когда мы просто общаемся и поэтому когда вы в сотый раз пишите нам спасибо это нисколько не мешает потому что мы за спасибо работаем вы уже знаете да поэтому мы надеемся что и дальше наша атмосфера останется такой доброжелательной и как бы такой взаимной я когда говорю в объектив я очень четко вас представляю особенно тех кто очень часто мне пишет это уже небольшая группа такая сложилась очень приятно мы начинали вы помните я не знаю сколько нас было там 500 наверное было просмотры абонентов сейчас нас уже идет к двум тысячам и поэтому отвечать становится все сложнее но тем не менее мы стараемся единственная просьба пишите сразу под видео потому что какие-то комментарии есть которые видать вы ставите на гугле плюс а мы там не бываем практически и ответить невозможно надо специально идти туда поэтому ставьте сразу под этими видео и еще что хотелось бы сказать что но мы в дальнейшем сознательно хотели бы отказаться от фотошопа показа фотошопа про технику я уже сказал потому что как бы мы считаем что во первых уроки у нас есть где практически все приемы которыми мы пользуемся они опубликованы и еще я думаю что это мы поставим на голосование скажите нам если вы хотите чтобы в наших видео продолжался всегда в конце фотошоп то есть от одной картинки от начальной картинки до финальной картинки ну что ж мы будем делать но учтите что видео при этом будет очень сильно увеличиваться у нас уже доходит теперь не то что было 20 минут у нас теперь и по 40 есть минут поэтому оставляем на ваше усмотрение скажите нам хотите ли вы этого и мы уже пойдем навстречу вашим желаниям ну вот пожалуй все теперь теперь мы приступим к тому ради чего мы в общем то здесь собрались не для того чтобы слушать мои эссе тут итак мы начинаем возьмем сегодня с вами софтбокс я сейчас выйду чтобы показать его поближе это складной такой софтбокс потому что меня тоже спрашивают будут ли еще уроки по пошиву софтбоксов скорее всего нет ребят потому что в 37 евро китайцы меня конечно добили я не уложусь мне нужно будет купить материал мне нужно будет где-то достать это железо все пружины и все это пошить это займет кучу времени поэтому вы видите что это довольно таки неплохой софтбокс он имеет предварительную такую ткань впереди вспышки и здесь еще для чего это делается обращайте внимание всегда когда вы покупаете софтбокс эта штука обязательно она дает рассеянный свет сначала вспышка бьет в первую тканевую подложку она отражается по всей плоскости вот этого отражателя и потом уже идет то есть вспых без нее будет в виде круга а с ней он более-менее такой квадратненький получается это то что нам и нужно так следующий момент я сегодня возьму журавлик для работы с софтбоксом и вот здесь такая насадка очень хорошая для сусбокса она вставляется просто вот сюда зажимается здесь этими пружинками же автоматически и все мы можем пользоваться при выборе таких вещей обращайте внимание что во-первых все должно быть железное потому что стоит вспышка вспышка стоит на ней и вот этот узел вот этот узел он тоже должен быть прижимным не доверяйте тем которые вставляются это вытряхнется в 6 секунд поверьте у меня уже так было и так и еще одно новшество мы сегодня будем работать с синхронизаторами радиосинхронизаторы это ойгну ойгну rf603 я даже не знал что это радиосинхронизаторы понимаете я вообще купил все этот набор я купил два года назад он мне два года лежал потому что я думал что когда-нибудь я буду снимать с мобильной студии и как бы заранее озаботился но сейчас я вижу что уже убежало время вперед и техника развелась на мой взгляд недостаток этой системы в том что во-первых я первое что я нашел что это включатель находится на верхней панели и когда мы его устанавливаем где моя вспышка под вспышку включатель выключатель блокируется я не могу отключить его но это единственное что а так я посмотрел очень много видео очень много видео по поводу именно вот этих или подобных им радиосинхронизаторов рассказывается как соединять как их синхронизировать и поэтому я не буду вас утомлять учитывая еще то что у каждого может быть совершенно у каждого другая вспышка друг есть синхронизаторы и что толку что я расскажу как им пользоваться и какой он тут замечательный чтобы переключать каналы надо вскрыть эту крышку и и там есть такие маленькие которые ногтем только зацепить можно переключить что толку от этого от этого нет никакого толку потому что у другого уже новая где переключатели стоят здесь или вообще совершенно другого производителя поэтому я считаю еще раз повторяю что техника на мой взгляд это наживное техники вы должны учиться сами потому что у вас техника совсем другая может быть чем у меня и я никогда не буду вас призывать покупать именно то что у меня нет то есть просто учитесь владеть совершенствой своей техникой и я еще раз повторюсь что у нас курс для продвинутых фотографов и поэтому рассказывать о том какие настройки я делаю и почему я увеличиваю изо или уменьшаю изо и так далее это занятие первого курса вернитесь если вы пропустили вернитесь туда пройдите его или если вы просто пропустили то освежите там в памяти окей итак камера у нас на штативе на камере находится один синхронизатор на вспышке другой и сейчас я сделаю наш групповой снимок и мы убедимся все ли у нас в порядке да у нас все пыхает замечательно прежде чем мы пойдем с нашей моделью фотографировать нашу фотостудию я бы хотел сказать что мне очень приятно что вы повторяете наши уроки вы делаете домашние задания но как бы мы считаем что в комментариях это как бы не то место где бы я мог комментировать ваши работы поэтому лучше наверное присылать мне на эмэл я по мере возможности буду вам отвечать если не так быстро вы понимаете меня тоже спрашивают что как вы успеваете это все это делается очень просто я работаю 10 часов в день причем выходной у меня всего один это воскресенье и то два раза в месяц скажем так не каждое воскресенье я отдыхаю и отпусков у меня практически нет я выбираюсь только на иногда с женой и собакой в какую на природу и там мы несколько дней можем провести это все поэтому не обижайтесь если я не так быстро смогу вам ответить и может быть не так подробно как хотелось бы мы наверное с вами сделаем потом по другому мы сделаем типа вебинара может быть такого по скайпу там пообщаемся я подумаю как это сделать хорошо договорились но сейчас работать работать ребята пошли итак наша honda стоит на предметном столике который мы с вами соорудили по-быстрому с прошлого видео вы знаете как это делается и в руках у меня по-прежнему одна вспышка но я вам скажу так что это последнее видео когда мы снимаем с одной вспышкой сегодня будут изменения вы уже знаете такие что мы будем снимать с помощью софтбокса складного который я приобрел за 34 евро от неизвестного производителя но он не хуже чем динбей который стоит на 20 евро дороже так софтбокс и и радиовспышки две инк но не ю оинг ну ну никак 603 n rf 603 n и мы с вами уже с ними познакомились их будет две одна на камере стоит а вторая будет стоять закрепленная на вспышке обе они поставлены на первый канал теперь для начала мы сначала выясним почему я не беру зонтик зонтик у меня есть у меня их даже очень очень много этих зонтиков но это по неопытности я их на покупал свое время дело в том что сегодня я вам покажу почему я не пользуюсь зонтиками они неплохие особенно когда требуется в мобильных где-то быстренько снять там и так далее но в предметке особенно там где существует хром или там где мы хотим сделать какие-то эффекты то это нам совсем не понадобится потому что мы сейчас хотели бы не просто сегодня снять осветить осветить мы могли бы зонтиком но проблема в том что на хромированных частях у зонтика на просвет особо на просвет особо будут оставаться вот эти ребра их видно их видно на хромированных частях у нас немного их здесь но представьте себе что мы снимаем ту же самую кружечку что до этого снимали вот там это будет все такой круг и в нем спицы есть другие зонтики которые работают так же как софтбокс но это уже софтбокс по сути дела итак я устанавливаю сейчас свою вспышку на держатель хорошенечко ее закрепим с снег пошел впервые за всю зиму растает к обеду так вот у нас сейчас стоит закрепили хорошенечко и теперь можем вставлять в софтбокс вставляется легко просто она как бы ее здесь раздвигает эти пружинки ее держат так берем штатив ну это так называемые журавли по-немецки еще веселее называется галген штатив галген это по-немецки виселица вообще-то ну у каждого народа свои причуды так закрепляем параллельно по настройкам вы знаете я хотел сначала вам рассказать про настройки но после того как я попробовал вспышки попробовал камеру я понял что это мартышкин труд каждый раз вы знаете напоминает мне когда я впервые начал фотографировать я нажимал на кнопку и вообще ничего не знал о диафрагме я ничего не знал о затворе ничего я нажимал на кнопку смотрел результат и писал что вот при таком сочетании картинка некрасивая картинка темная картинка светлая и вот так методом тыка в общем то я дошел но потом я понял что это очень долгий способ поэтому учитесь общаться со своей камерой и со своим со своей вспышкой потому что каждый раз говорить вот такие то настройки да они зависят от того сколько у меня здесь света сколько у меня здесь диафрагма поставлены это сколько изу стоит сколько затвор стоит это немыслимое количество комбинаций если каждый раз буду вам это давать вы будете говорить слушай да а прошлый раз было вот так а почему сейчас не так поэтому ребята оставим это я несколько раз показал вам примеры а уж как это сочетать пожалуйста пользуйтесь сами изучайте свою камеру изучайте азы фотографии чтобы вы знали что такое потому что у нас курс сейчас для продвинутых уже и места просто и времени нет для этого поэтому сейчас я просто буду говорить почему я сегодня хочу использовать софтбокс почему софтбокс во первых софтбокс мы знаем как он устроен мы знаем что он дает мягкий рассеянный свет это его огромное преимущество но кроме этого преимущества есть еще одно я сегодня хотел бы чтобы у нас фон не был чисто белый а был как бы переход такой к серому градиент сделать красивый градиент если я сейчас в этом положении сниму сделаю первый снимок давайте сделаем его вот что у нас получилось ребят я буду поворачиваться к вам спиной потому что мне надо все таки видеть что я делаю хоть я и не дирижер и так мы осветили наш нашу хонду наш мотоцикл ну и практически все тот же самый эффект мы почти достигли бы вот с этим зонтиком единственное что вот в этих выхлопной трубе там могло это отразиться ну она маленькая может быть и ничего не было бы но вот я сейчас буду говорить о преимуществе хорошем преимуществе софтбоксов потому что если мы сейчас я выйду из кадра на время не теряйте со мной контакт если мы сейчас установим наш софтбокс вот таким образом под наклоном то естественно что свет пойдет в этом направлении и здесь хотя отражаясь от белого фона он все равно будет немножко засвечить но мы как раз и получим тот самый градиент о котором я вам говорю конечно можно в фотошопе ну вы знаете я люблю очень фотошоп но когда я снимаю особенно многое снимаю я стараюсь сделать так чтобы как можно меньше фотошопе работать и этот градиент чтобы получить мне было необходимо было вырезать эту хонду с белого фона и подставить этот градиент это все время а мы с вами учимся быстро фотографировать чтобы оставить позади конкурентов которые не видят это видео еще или ленятся смотреть и этим самым мы сейчас получим градиент вот посмотрите видите мы получили градиент прекрасно хорошо но картинка как мы любим говорить и повторять она довольно таки невкусная ну это не страшно тот кто был с вами с самого начала знает что мы с вами изготовили вот сами такие замечательные рефлекторы которые легко хранить в таком состоянии которыми очень легко управлять с помощью магнитиков и двух таких половиночек мы можем делать любой наклон ну не буду повторяться потому что это есть в первых видео смотрите если кто пропустил и мы видим что на картинке переднее колесо у нас и и сама фара они как бы ну не совсем осветились поэтому самое простое мы впереди ставим наш отражатель с серебряной бумажкой тут вот так где-то я надеюсь это видно а то тут уже и софтбокс и камера но потом покажу всю схему и так снимаем еще раз смотрим а вот эта часть у нас фары засветилась и переднее колесо крыло тоже получила получили свою форму это очень важно форма допустим в такой маленькой модельке и я вам рассказывал что и при большой надо это учитывать естественно умея снимать маленькие машинки или маленькие такие чуть не сказал мотор от мотоцикла то вам будет понятна схема освещения большого разница только в том что мы будем не маленькими вспышками маленькими софтбоксами работать а уже огромными если подойдем к этому так следующий момент мы должны теперь осветить вот эту часть я сейчас еще раз поставлю картинку вот посмотрите вот это было до нашего рефлектора и после рефлектора видна разница видна теперь нам необходимо осветить заднюю часть там тоже есть проблемы с глушителем он немножко темноватый и вообще задняя часть немножко утонула поэтому мы возьмем сейчас белый отражатель в этот раз и поставим его вот тут сзади вот таким образом чтобы вы могли это увидеть еще раз я отодвину сейчас камеру вот такая схема схема по сути дела проста мы имеем вспышку и наш софтбокс который наклонен для того чтобы получить градиент мы имеем первый наш рефлектор который освещает переднюю часть то есть зажигает тем самым нашу фару у мотоцикла и переднее колесо мы поставили сзади еще один для того чтобы рефлектор чтобы осветить глушитель и заднюю часть смотрим отлично и самый маленький штришок остался нам на глушителе вы видите что он стал слишком белый на мой взгляд нет черной полосочки нарисовать тоже не проблема в фотошопе но если у вас под рукой бархатка и один одна прищепочка зажимчик то мы можем вот таким образом закрепить его здесь эта часть будет освещать колесо эта часть будет освещать делать темную полоску на глушителе наклоним немножечко потому что глушитель тоже наклонен и постараемся найти то положение в котором это будет идеально ну где то вот так нажимаем еще раз картинка готова давайте пройдем по нашему всему процессу первое вы помните мы осветили сомблоксом просто сверху раз картинка потом мы наклонили софтбокс для создания градиента два картинка потом мы сделали освещение переднего колеса и наших фар на мотоцикле третья картинка четвертая мы осветили заднюю часть нашего мотоцикла четвертая картинка и пятая мы сделали рефлекс черный на глушителе вот он после того как мы поработаем с вами в фотошопе а я в этот раз не буду вам показывать фотошоп потому что есть масса примеров по обработке предметной фотографии на нашем канале кому интересно смотрите и можете там поучиться если вы не знаете как сделать нашу модель в фотошопе повкуснее как обработать некоторые детали как довести до ума все равно мы там будем работать но я вам покажу уже готовую картинку вот она я вас уверяю что это заняло у меня на буквально пять минут потому что мы все с вами сделали здесь итак на этом мы наш урок заканчиваем мы надеемся как всегда что урок показался вам интересным и готовьтесь что со следующих уроков мы начнем работать уже с двумя вспышками а до тех пор всего вам доброго фирма Петерсон и я Эдуард Петер прощаемся с вами до следующего раза пока до встречи до встречи